21 марта во всем мире отмечают День человека с синдромом Дауна. Эта дата призвана обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются солнечные люди, а также развеять стереотипы, связанные с генетическими заболеваниями. Представители Общественной палаты округа и Люберецкого филиала медицинского колледжа не остались в стороне от этой темы и провели просветительскую акцию в 16-й гимназии. 21 день третьего месяца. Дата Международного дня человека с синдромом Дауна выбрана не случайно. У носителей этой патологии 21-я пара состоит не из двух, а из трех хромосом. В нашей стране около 50 тысяч таких особенных людей. Половина из них – дети. Здоровье этих людей изменено. Есть трудности с разговором, есть трудности с желудочно-кишечным трактом, с сердечно-сосудистой системой, с позвоночником. Они хотят жить такой же обычной жизнью, как и все мы. И мы должны создать такие условия, чтобы этим людям стало легче, чтобы они почувствовали себя социализированными, счастливыми. И такие люди есть. Студенты Люберецкого филиала медицинского колледжа рассказали школьникам удивительные истории людей с синдромом Дауна. Генетическая особенность не помешала им стать известными актерами, востребованными моделями и успешными бизнесменами. К сожалению, эта проблема не столь освещена в обществе. Люди с синдромом Дауна, они такие же люди. У них IQ 75, когда у среднестатического человека 100 бывает IQ. И поэтому мы решили поднять эту проблему немножко. Профессиональную компетенцию наших медицинских средних работников входит как раз в ведение профилактических различных мероприятий. Организаторы назвали эту акцию «Зажги солнце в своем сердце». Специально к этому дню они придумали эмблему – изображение руки человека с синдромом Дауна. В знак того, что солнечным людям необходимо протягивать свою руку помощи. Луиса Айки Азарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова